Адиозный руководитель Чеченской Республики и верный пёс российского самодержавия Рамзан Кадыров. Пока бандеровцы, нацики и как называют себя, исламские боевики, шайтаны, в Украине не может быть никакой нормальной жизни. Он известен своими адиозными высказываниями и поведением. Мы выиграем, то выиграем, и освободим народ от насилия, от безвластия. Мы 8 лет бомбили Донецк-Луганцев. Господа СБУшники, назначили точку, я сам приеду, приду за вами. В начале войны хозяин Кремля Путин приказал чеченскому лидеру захватить правительственный квартал в Киеве и ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников украинской разведки. По словам представителей украинской разведки, за три недели до вторжения 24 февраля в Украину Путин вызвал Кадырова в Москву для выработки стратегии. По их словам, он приказал чеченскому лидеру взять Киев и убить украинского президента. В последующие дни господин Кадыров выглядел уверенным. Путинская Россия ничего нового не придумала. Это калька, сплошная калька Советского Союза и с деятельностью органов безопасности, то есть КГБ. Мы помним, как в 1979 году группа КГБ убила в Кабуле Амина. То есть было решение Политбюро, мы знаем, кем был Путин. То же самое, ничего нового не придумал. Вот что писал солдат Путина в своем телеграм-канале за 10 дней до начала вторжения. Господин Зеленский, время клоунады прошло. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины. А это комментарий Кадырова, когда Киев не удалось взять за первые сутки. И президент Украины Владимир Зеленский не покинул страну, а объявил военное положение. И еще обращаюсь к пока еще президенту Украины Владимиру Зеленскому. Позвони президенту РФ Владимиру Путину, попроси у него прощения. Сделай это ради сохранения Украины и ее народа. Пойди на все условия, которые требует Россия. Для тебя это будет самым правильным шагом, чтобы сохранить свое лицо. 26 февраля. За первую неделю после вторжения войск РФ на президента Украины было совершено три покушения. На выполнение этих задач было отправлено в Украину две группировки наемников ЧВК «Вагнер» и Кадыровский спецназ. Источник близкий к ЧВК «Вагнер» сообщает, что наемники понесли большие потери во время покушения. И были удивлены уровнем осведомленности службы безопасности президента о покушениях. Почему сорвалось? Дело в том, что, во-первых, действия спецслужб Украины – это первое. Второе – деятельность вооруженных сил Украины и противодействие всего украинского народа. Поэтому диверсионные группы, которые были и которые были еще заведены непосредственно в Киев еще до вторжения, ждали своего момента. При начале своей деятельности они просто уничтожались. План Путина по физическому устранению Зеленского, как и спецоперация Кадырова, с треском провалились. И Украина – не Россия. В любом случае, независимо от персоналии в руководстве страны, поработить украинский народ не удастся никому и никогда. Субтитры создавал DimaTorzok